Вот так стояло. Добрый вечер, уважаемые друзья. Добрый вечер, Николай Васильевич. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, Виктория. Приятно вновь встретиться. Мы напоминаем вам, что сегодня мы проводим уже четвертую встречу, которая касается детей от трех до семи лет. Мы говорили с вами уже о питании, о движении, о правильном сне детей. И сегодня мы поговорим о воде. Великолепная тема. Истинно в воде. Как вам название? Оно очень для меня близко, потому что работа врача, она напрямую связана. И важность воды для каждого доктора, она несомненна. Но я, например, знаю, что вода по своей значимости стоит на втором месте после кислорода. Что человек может прожить без воды всего пять дней, а вот без еды гораздо-гораздо дольше. Да, ну, например, сейчас существуют клиники, которые лечат людей путем голодания. То есть в этих клиниках, да, в этих клиниках проводят под наблюдением врачей голодание до 30 суток. То есть это лечебное голодание, а вы правы, без воды человек, ну, практически пять суток боли не выдерживает. Потому что, опять же, вернемся к научным данным. Человек состоит из воды. Да. Маленький ребенок где-то около 80 суток воды, да? И если говорить о пожилых людях, то это около 50 процентов воды. Правильно я говорю? Да. И заметьте, друзья, вот это соотношение. То есть ребенок на 80 процентов, ну, в возрасте где-то трех лет, он на 80 процентов состоит из воды. То есть это водный организм. И никаких хронических болезней у детей не существует. То есть и сосуды чистые, и суставы работают прекрасно. Как новенькие. Да, новенькие. Почему? Потому что именно воды очень много. А в 50-60 лет, да, практически 50 процентов это состав нашего тела. И какое огромное количество хронических заболеваний у людей. Это связь, причем определяющая связь. То есть мы зависим именно от воды. Хорошо. Вот смотрите, сейчас такой век информации. Все заняты ПП, ЖОС, активный образ жизни. Естественно, о воде уже написано и сказано очень много разной информации, да? Да, конечно. О чем же сегодня мы с вами поговорим? Что нового мы можем сообщить? Ну, я не думаю, что мы сообщим новое. Мы прежде всего акцентируем внимание. Да. Потому что есть два главных фактора, именно которые определяют и здоровье человека, и требования нашего организма к воде. Хорошо. Какие же это требования? Первое требование – это качество воды. Согласна. А второе требование – это количество воды. Давайте начнем с качества. Давайте начнем. Вот качество воды. В Российской Федерации есть закон, который определяет именно качество питьевой воды. Это хорошая новость. Конечно. То есть он так и называется – ГОСТ питьевой воды. Причем это очень жесткие требования, ну, порядка 24 различных разделов, которые определяют и засоренность воды, и количество именно бактерий, допустимых в воде, и различные примеси. Вот все это нормируется. И действительно, качество питьевой воды законодательно определено. Вы верите в ГОСТ? Да. Я считаю, что вот огромное количество, ну, скажем, болезней, например, холера, в свое время она убивала миллионы людей, и это напрямую было связано с качеством воды. Ну, хорошо. Раз вы верите вы, поверим и мы. Да, несомненно. То есть речь идет о водопроводной воде? Ну, конечно. Конечно, естественно, водопроводная или питьевая вода, и мы прекрасно знаем, что, вот, например, это факт, мы живем в Воронеже, и Воронеж весь получает воду из артезианских скважин. Не из водохранилища? Нет, нет. Это 271 артезианская скважина, и вот вся вода, которую мы пьем с вами, все жители Воронежа, она добывается из глубоких пластов земли, и действительно очень хорошего качества. Мне кажется, жители города вам не поверят, потому что все жалуются на то, что вода ужасного качества. К сожалению, к сожалению, здесь это связано прежде всего с тем, что вот водопроводные трубы, они пришли в ветхое состояние. Вот кто виновен. Да, это действительно аварийное состояние водопроводных труб. Что значит аварийное? Они сгнили просто, покрылись внутренние, ржавчины, какие-то там разломы, куда попадает всякая внешняя, так сказать, может быть, примеси, инфекция. Я думаю, что речь идет и о физических, и о биологических. Конечно, конечно. Вы представьте, по официальным данным, в Воронеже, уважаемые зрители, в Воронеже требуют замены, то есть находятся в аварийном состоянии, 1400 километров водопроводных труб. Это огромная цифра. Это просто огромная, конечно. И поэтому... Что делать? Менять трубы, менять трубы, а до тех пор... Что мы с вами пойдем сейчас с трубами, но... Ну, конечно. Как мы можем повлиять? Повлиять, да. Существуют, естественно, бытовые фильтры, водные бытовые фильтры. И поэтому на сегодняшний день это решение проблемы качества воды, который течет из нашего крана. Фильтров достаточно для того, чтобы воду очистить и потом эту воду употреблять? Ну, на сегодняшний день я могу сказать, но я этим вопросом занимаюсь, потому что это действительно очень важно для здоровья человека. И на сегодняшний день все бытовые фильтры, они действительно очень хорошего качества. И практически они действительно фильтруют воду, создавая хорошее качество воды. То есть, если, уважаемые друзья, у вас есть какой-то фильтр, ну, те фирмы, которые продают, они все сертифицированы, техническое оснащение хорошее этих фильтров, поэтому, пользуясь фильтром, выполняя технические характеристики, вовремя меняя фильтры, вы получаете действительно качественную питьевую воду. Слушая вас, я сейчас обратила внимание на такой аспект, что люди, которые ставят фильтры дома, они ставят эти фильтры на кухне, чтобы получать питьевую воду. Ну, конечно, да. Но мало кто ставит фильтры в ванной, чтобы использовать фильтрованную воду для купания. Ну, да. Мне кажется, это очень актуально для семей, в которых есть маленькие дети. Вы правы, совершенно, потому что вот вода с примесями, а, несомненно, ну, скажем, вот в Воронеже... Ну, хлор, скажем, он не так влияет на организм ребенка и человека вообще, потому что хлорирование воды действительно в Воронеже происходит. Конечно, запах. Но, да, этот вот запах, он, конечно, связан с тем, что есть определенное количество хлора, но это все нормируется именно законодательной базой, нормативами. Будем верить, что это действительно так. Ну, будем верить, да. То есть, как бы, несомненно, нормы эти соблюдаются, и они не опасны для здоровья человека. Опаснее, конечно, примеси. Вот эти вот примеси, которые возникают за счет разрушения водопроводных труб. То есть, реально всякая грязь, накипь, ржавчина. Все попадает прямо в ванну. Да, все попадает. И инфекция тоже. Все, я иду покупать фильтры в ванну. И, уважаемые родители, я бы, конечно, рекомендовал настойчиво, пока дети в таком возрасте юном, все-таки тратиться и ставить фильтры бытовые для очистки воды и для бытовых нужд. Я уже чувствую, что это очень важно. Важно, потому что вот эти вот проблемы с кожей, как бы, и плюс здесь... Все это можно минимизировать, поставить фильтр. Да, 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 конечно. Это защита здоровья ребенка. Я думаю, каждый может выбрать какие-то фильтры, которые подходят под его нужды. Да, да, да. Ну, да, да. Стараясь на какие-то особенности детей и так далее. Сейчас есть возможность разнообразия. Хорошо, с фильтрами понятно. Но, смотрите, есть такое мнение. Люди говорят, что вода очень плохая, фильтры не помогают, либо очень дорогие, и поэтому люди идут и покупают воду в бутылках, либо заказывают на дом большие кулеры, да? Да, 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 да. В которых меняют воду. Как Вы относитесь к этому? Я относусь отрицательно. Поясню. Дело в том, что вся бутулированная вода, она находится в пластике, так же? Да. То есть пластиковая тара. И это давно известно и тысячу раз уже научно исследовано, что пластик выделяет крайне токсичное вещество, которое называется бисфенол-А. Да, я слышала. И это очень мощное, так сказать, повреждение организма, особенно детей. Это и разрушение гормонов, и повреждение щитовидной железы, кишечника. Действительно, очень токсичное вещество. Поэтому, во-первых, мы же не получаем воду от производителя, которую вот он сегодня разлил. Нет. Ну, то есть она может стоять там и сутки, и месяц, и более, да? Кстати говоря, вот интересный вопрос. Кто-нибудь когда-нибудь проверяет на бутылках, на этикетках, когда была вода разлита и какой у нее срок годности? Да, это важно. Важно. Это действительно надо смотреть. Но в любом случае, как только в тару заливается пластиковая вода, все равно проникновение этого токсичного вещества бисфенол-А происходит. Чем дольше вода стоит в таре, тем больше, так сказать, насыщается этим токсичным веществом. И это очень опасно для здоровья. Поэтому, как бы, пользоваться такой водой, она-то создается производителем хорошего качества. Фильтруется. Ну, не вся, наверное. Но мы можем, так сказать, там... Ну, хорошо, будем думать, что мы выбрали, например, хороших производителей, мы им верим, вода хорошая. Но сама тара будет однозначно приводить к тому, что токсичное вещество скапливается в воде и потом мощно повреждает здоровье ребенка. Что делать? Надо использовать, конечно, для детей, прежде всего, пластик, в котором отсутствует это токсичное вещество. Оно, ну, как бы, действительно существует только в таре, которая, ну, дешево стоит. А сейчас разработан пластик, в котором отсутствует это токсичное вещество, и на нем есть маркировка специальная. Значит, там большими английскими буквами написано BPA-free. Вот этот значок должен обязательно стоять на такой пластиковой посуде, то ли это бутылка, то ли это контейнер для продуктов питания. Ну, скажем, вот в среднем полулитровая бутылка из такого пластика стоит где-то от 300 рублей. Ну, понятно. И, дорогие друзья, родители, обязательно следите за этим, потому что дети, они уязвимы. И вот это токсичное вещество, оно, конечно, очень мощно разрушает здоровье. Огромное количество аллергий, всяких различных аллергий. И еще каких-либо заболеваний. И каких-то других заболеваний. Они возникают вот из этого фактора. Поэтому приобретайте посуду, которая имеет специальную маркировку, отсутствие, так сказать, бисфенола А. И для детей разливайте фильтрованную воду в такую посуду. И берите ее с собой. Да, берите с собой. Продукты питания тоже обязательно. То есть это, несомненно, надо учитывать. Хорошо. Я для себя сделала вывод, что я дома делаю фильтрованную воду. Я использую посуду, лишенную, да, бисфенола А. И вот с этой водой мы входим. Да, да. Я уверена, что ребенок будет пить именно ту воду, которая для него будет, по крайней мере, безвредна. Она будет полезна. Почему? То есть у вас хорошие фильтры, вы создаете качественную воду. Я все проверю, а потом скажу, что это действительно безвредна. Качественную воду и храните ее в таре, которая не повреждает состав воды. И вот мне кажется, например, сегодня вы налили воду в бутылку. Ну да. И там она осталась по какой-то причине. Я думаю, что ее завтра лучше вылить и наполнить заново, да? Конечно, конечно. Здесь надо сказать, что это исследования тоже проводились. Любая стоячая вода, то есть в емкости какой-то, в любой, даже, скажем, вот опять-таки, она хорошего качества. Там отсутствует... Даже в графине стеклянном, да? Да, в стекле, да. Чем она дольше стоит, тем больше там начинается размножение бактерий. То есть все равно какое-то количество бактерий попадает из внешней среды в открытую емкость. Ну, соответственно, лучше воду сменять. Да. Ребенок выпил, скажем, все равно через слюну попадают какие-то бактерии, которые просто активно размножаются в воде. Поэтому пользуйтесь только свежей фильтровой. Свежей водой. Да, свежей водой. Хорошо, смотрите, какая дальше ситуация у нас. С этой водой все понятно. Мы с ней разобрались дома. Да. Поставили фильтры, купили специальную посуду, все проверили, все. Но дети ходят в детский сад, в школу, да? Ну да, понятно. И так далее. Там они тоже пьют воду, там они едят пищу, приготовленную на воде. Что за вода там? Это очень важный вопрос. И вот, к сожалению, здесь вообще никто им не задается, не рассматривается из родителей. Ну, честно говоря, да. А это очень важно. Почему? Потому что огромное количество времени наши дети проводят, ну, где-то в каких-то там дошкольных учреждениях, в школах. И везде практически готовят пищу, да, для них. Так вот, в России есть специальный закон, который нормирует именно качество воды для приготовления пищи детям. Это очень хорошо. Отдельный закон, там свои требования более жесткие, чем для питьевой воды. Хорошо. И есть второй вариант воды, которая разрешена для приготовления пищи детям. Где они берут эту воду? Ну, это надо заказывать производителям специально по этим нормативам. То есть, нормативы эти известны хорошо. Вот, все производители их знают. Просто это определенное качество воды, которое дополнительно очищено. Ну, это очень важно. Мне кажется, вообще в детском саду дети какую-то кипяченую воду пьют. Ни в коем случае. То есть, это однозначно надо требовать, уважаемые родители, надо требовать, чтобы именно пища готовилась на определенной воде, которая законодательно определена для приготовления пищи детям. Я предлагаю вам, дорогие друзья, и я это сделаю, скорее всего, завтра, уточнить, в детском саду, либо в школе, где находятся ваши дети, какую воду используют для приготовления еды и для питья. Да, да. Ну, просто хотя бы поинтересоваться. Ну, конечно, ну, это же наши дети, да. Нет, ну, просто действительно, мне кажется, никто даже не задумывается. К сожалению. Я вообще думала, ой, ну, хотя бы просто давали воды, и то хорошо. Нет, нет. И, в принципе, я не задумывалась, что реально, вот откуда они берут воду. Да, это очень важный момент, потому что, как бы, это жизнь детей, это важно очень. Надо обязательно этим заботиться. Да, давайте это сделаем. Мне будет, кстати, очень интересно узнать. Я поделюсь. Информация, может быть, кто-то из наших зрителей тоже. Вот, уважаемые родители, вы пришлите нам, скажем, ваши, да, ваши информации. Или ваше видение этого вопроса, да. Или хотя бы информацию о том, ну, вот вы спросили. Что сказали. Да, что вам ответили, да, что ответили, какая вода используется. И вообще, знают ли в учреждении, что есть закон, который определяет нормативы воды, качество воды, которое предназначено для приготовления пищи для детей. Хорошо. Николай Васильевич, давайте дальше. Смотрите, есть люди, которые используют воду из различных источников. Там святые источники, артезианские, скважины, есть родники. Да. Люди специально ездят, даже иногда далеко от города, чтобы набрать такой воды. Это что, хорошо, плохо? Ну, я скажу такие факты. Вот, по Воронежу. То есть, я смотрел официальную, так сказать, статистику. Наш Роспотребнадзор, он провел исследование источников, которые находятся в Воронеже. Вокруг Воронежа довольно много таких родников, которые считаются с прекрасной водой, освещенной, целебные свойства имеют. Так вот, 30% воды в этих источниках, они заражены различными бактериями. Конечно, это связано с тем, что это открытые источники, и туда попадает разное. Да, поэтому никто не отрицает, что действительно родниковая вода, она хорошего качества. Но все-таки вы должны быть уверены в том, что эта вода прошла исследование, что она безопасна, и как бы хорошего качества. Надежда на колодец на даче у меня. Нет, я хочу сказать, уважаемые зрители, что, несомненно, надо просто, вы же пьете эту воду, ваши дети пьют. Может быть, можно сдать на анализ воды, да? Конечно, да, вот в местном отделении Роспотребнадзора придите, так сказать, вам дадут посуду, возьмете пробу воды, принесете, очень быстро получите результат, и вы будете уже уверены, что действительно вы пьете качественную воду, и ваши дети пьют качественную воду. Ну, как вариант, это, я считаю, тоже хорошо. Обязательно, нет, это обязательно надо сделать, конечно. Хорошо, с качеством воды более-менее понятно. Вопрос, который мучает очень многих. Я, правда, не понимаю, почему так сильно, да? Сколько воды нужно пить? Прям вот скажи точно. Ну, это правильный, кстати, вопрос, и правильные тревоги у людей, правильные, именно важные. Потому что количество воды, это тот второй фактор важный, который определяет именно состояние организма, здоровье определяет очень мощно, количество воды. Сколько детям с 3 до 7 лет надо пить воды? Ну, я скажу, научные такие именно данные. Определено где-то от литра 200 миллилитров до литра 700 миллилитров. Это, конечно, зависит от возраста и от температуры окружающей среды. Вот вы это говорите, а мне уже скучно. Я терпеть не могу вот это. Ты должен выпить 2 литра, а ты 3, а ты плохо пил, а ты хороший, а ты плохой. Все не так или так? Ну, да. У меня есть немного другой подход, но вот как вы считаете, можно вот обойтись без всех этих измерений? Я согласен с вами совершенно, что это какой-то определенный, ну, такой абсурд, когда надо вот измерять, следить. Может быть, для людей в тяжелом состоянии, с тяжелыми заболеваниями, там эти требования... Мы говорим о здоровых. Да, мы говорим о здоровых детях с 3 до 7 лет, и для ребенка это вообще трудно. Я сам, в общем-то, рекомендую и своим пациентам, и внукам своим прививаю, что прежде всего важность надо доносить до ребенка и показывать собственным примером, что вода – это единственное питье. Вот. Все остальное – компоты, соки, там, не знаю, окрашенная водичка такая, знаете, вот. Все это пища. Или дополнение, да? Или же, да, это разнообразие, дополнение. Но это не то, что наполняет человека влагой, водой. То, что вот создает именно нашу внутреннюю основу, то есть вода. Вы представьте, ребенок состоит, ну, 3 года ему состоит на 80% из воды. Он водное существо, и именно качество и количество воды определяет его состояние и здоровье. Поэтому, несомненно, надо просто именно предлагать ему постоянно чистую воду, воспитывать его, чтобы... Ну, вот я вам могу сказать, как вот у нас, да, дома это принято. Я тоже читала, да, когда дети говорили, что вот надо же там сколько-то пить или не пить или вообще. И я просто как бы думаю, надо как-то здраво. Конечно. И я просто стала предлагать воду. Вода стояла везде. Да, правильно, правильно. Бегаешь, вот, пожалуйста, есть вода, если ты хочешь пить. То есть дети же, мне кажется, не понимают, что я хочу пить. А я это понимаю, да? И что пить? И что пить? Конечно, это... И я подумала, что если я смогу приучить и показать полезность воды... Конечно. ...то пить сок, компот и прочее, их научит кто-то другой. Либо они как-то сами с этим справятся. Это обязательно. Кто-то их научит. Но именно научить, привить эту вот здоровую и на потребность к чистой воде... Это как привычка сформированная. Да, да, это здоровая привычка. Если я хочу пить, значит, я пью воду. Да, да, конечно. Если чай, кофе и прочие вещи, это либо для удовольствия, в компании еще где-то, да? Это какое-то разнообразие, дополнение. И я заметила, вы понимаете, что когда вот сейчас им там 6 лет, да, 5 лет, они уже понимают, что они хотят пить, и они просят именно воду. Если хотят какого-то развлечения, чего-то еще, они уже тоже способны. Я хочу там вот это или вот что-то другое. То есть вы все-таки смогли им создать, вот воспитать, воспитать именно здоровую привычку? Ну, я надеюсь, что да. Ну, конечно. Время покажет, но, по крайней мере, сейчас вот они воду, как бы вода в приоритете. Вот, уважаемые родители, это действительно пример для подражания. Спасибо большое. Вы меня все время говорите. Хорошо. Вот важно пить, сколько, чего и так далее. Мы выяснили, что является приоритетом чистая вода. Да. Что будет, если ребенок не будет пить воду? Или для чего нужна вода? Почему это важно? Может быть, для каких-то заболеваний, если уже что-то такое есть у ребенка. У ребенка, да, вот, очень нужна вода. Конечно, это чисто профессиональные мои исследования. Поделитесь. Да. Вот, я 37 лет занимаюсь лечением людей. Конечно, приходят не только взрослые, но и дети, вот, такого же возраста, там, от 3 до 7 лет. И всегда, когда у ребенка я вижу, что есть так называемые заболевания, то есть это кожные проблемы, например, там, тот же диатез, сухость кожи, какие-то высыпания. Это проблемы, нарушения, нарушения, нарушения кишечника, очень часто эти вот запоры детские. Это аллергические всякие реакции, различные самые. Это очень часто, как ни странно, но вот проблемы, связанные с нарушением дыхания, там, какие-то астматические компоненты, так называемые. Да, какие-то хронические бронхиты, длительно длящиеся какие-то вот. Но сейчас это самое распространенное. К сожалению, да. Это напрямую связано с дефицитом, дефицитом качества и количества воды. Вот, уважаемые родители, поверьте. Если взять, например, я как только даю рекомендации именно по питью качественной воды в достаточном количестве, таким детям с такими довольно тяжелыми проблемами, 50% из них, они значительно улучшают свое состояние, а где-то около 50% вообще избавляются в течение полугода от своих проблем этих вот. Потому что это именно связано с тем, что дефицит качественной воды и количество воды приводит к тому, что не идет именно освобождение организма от всяких шлаков, токсинов. Потому что мы ведь, не секрет, живем в очень грязном мире. И это вот все рушится на ребенка, а если не работает именно канал самоочищения, прежде всего, через почки, да, а для того, чтобы работал этот канал, надо, чтобы было много воды. Достаточно, да, чистой, качественной и достаточное количество воды. Если он не работает, то вот эти вот токсины, они скапливаются внутри организма. Самоотравление – это аллергические реакции. Часть выбрасывается через кожу – это все кожные проблемы, а часть выбрасывается через легкие. И все проблемы легочных заболеваний, они в том числе напрямую связаны с недостатком качественной воды и недостатком количества воды. Смотрите, вот пока вы сейчас это все объясняете, мне пришла в голову такая мысль. А что если нам и нашим зрителям, кому это будет интересно, провести такой эксперимент? Например, ну, одной недели, я думаю, недостаточно, чтобы увидеть результат, а, например, в течение двух недель отказаться от всяких напитков, там, кофе, чай, ну, или сократить совершенно до минимума, да, и пить только чистую воду. Не нужно привязываться к, там, двум литрам или какому-то количеству, просто пить по потребности, но чистую воду. И особенно, ну, как бы, поить своих детей, потому что на них это будет видно особо быстро, да? Ну, примерно. Давайте попробуем. Вот через две недели я обязательно поделюсь своими результатами, и буду очень рада, если кто-то присоединится из вас к нам, и также через две недели своими результатами тоже поделится. Потому что это, опять же, вот мы говорили с вами и в питании, да, и, как бы, в нашем, вот, в нашем разговоре о сне и движении, что очень многие вещи в наших руках. Конечно. Аллергия и постоянные бронхиты очень многих детей. К сожалению, да. Мы таскаем их туда-сюда. Да, да, да. Очень часто эффекта нет, но если можно попробовать сделать это с помощью вот таких вот... Простые, элементарные. Ну, нужно, конечно, поднапрячь, чтобы это все как-то проконтролировать. Ну, организовать, да, конечно. Поэтому я вас призываю, пожалуйста, присоединяйтесь к нам и делитесь своими результатами. Виктория, я восхищен вашим таким подвижническим действием. Ну, интересно ведь. Во-первых, на следующей встрече обязательно поделитесь, что произошло, так сказать, в вашей семье. Да, в вашей семье, как отозвались, ну, как бы, состояние ваших детей. И плюс, уважаемые друзья, родители, давайте вот вместе сделаем это и напишите нам, что вы увидели, вот когда вы акцентировали внимание и сами активно стали использовать чистую воду, качественную чистую воду. И давали примеры, рекомендовали своим детям чистую, качественную воду. То, что иногда самые простые действия приносят огромные результаты. Да, да, да. Мне сообщает наша техническая поддержка, что у нас есть некоторые вопросы. Ну, это отлично, интересно. Смотрите. Так, сейчас мы проверим. Вот. Ага. Ну, это такой прям традиционный вопрос. Мой ребенок не любит пить воду, что делать? Надо воспитывать. То есть, это наша обязанность. Ну, как я и сказал, прежде всего личным примером. Организовывайте. Я полностью согласна. Вот смотрите, вот вы говорите личный пример, я вам приведу такой пример. У меня есть одна знакомая, которая очень часто говорит мне о том, что мой сын не хочет пить воду, ему 7 лет. И вот такая ситуация. Мы были вместе на одно мероприятие, дети играли в футбол. Ребенок был, конечно, весь перевозбужденный, весь красный. То есть, понятно, что он хочет пить. Он подходит и у нас спрашивает, я хочу пить. Я ему даю воду. Он говорит, нет. Тут же его мама достает бутылку с каким-то соком или с чем-то еще, и он пьет. Я говорю, как? Да, к сожалению. Она, ну вот ты видишь, он не пьет. Я говорю, ты ему даже не дала возможности просто научиться эту воду пить. Да, да, да. Всегда можно все исправить. Конечно. Это не что-то такое сверхсерьезное. 21 день, как говорят ученые, формируется любая привычка. Вот с завтрашнего дня вы можете попробовать у своих детей сформировать привычку пить воду. Когда он испытывает жажду, компоты, соки и прочие вещи можно пить в другое время. Да, надо всегда помнить, что единственное питье – это чистая, качественная вода в достаточном количестве. Все остальное – это пища. Кстати говоря, минеральную воду пить можно? Можно, но это больше лечебное направление воздействия. Если ребенку действительно хочется, ну пожалуйста, так не надо здесь выдумывать. Чистая вода – это самое лучшее. Хорошо, смотрите, вот такой у нас еще есть вопрос. Если ребенок очень много пьет воды? Ну, всегда здесь, с одной стороны, надо все-таки сделать анализ крови, потому что, к сожалению, это могут быть какие-то вещи и заормональные, и нарушения пищеварения. С сахарным диабетом, наверное. Может быть, да, но как бы не надо так сразу в панику впадать. Но все равно анализ крови, анализ мочи надо сделать, посмотреть. Вот если, скажем, периоды бывают у детей разные, если ему это необходимо действительно, пусть пьет. Хорошо. На ночь пить детям можно? Да, пожалуйста, но только в том случае, если ребенок потребует, захочет, а так вот специально навязывать не надо. Нет, но если он просит. Да, конечно, конечно. То есть не надо ограничивать, да? Нет, не надо, нет, совершенно. Вот такой еще вопрос, смотрите. Ну, вы, конечно, тоже говорят об этом, но я думаю, не лишним и нам будет ответить на этот вопрос по поводу увлажнения воздуха. Это очень важно, кстати. Я хотел даже акцентировать внимание, потому что у нас период отопительный, он очень большой. Да. Вот, и это факт известный, что норма именно влажности воздуха для детей, она супер важна для здоровья. То есть вот научно определено, что где-то влажность воздуха для детей с 3 до 7 лет в помещении от 50 до 70 процентов. И чем младше возраст, тем влажность должна быть выше. У нас, и причем эта температура должна быть где-то в пределах 20 градусов Цельсия воздуха. Очень важно. И это сразу вгоняет ребенка в дефицит воды с последующими огромными проблемами для здоровья. Это очень важно. Надо обращать внимание и требовать, чтобы во всех учреждениях, где находятся ваши дети, контролировали влажность воздуха. Хорошо, спасибо вам большое за ответы. Я думаю, что наша тема сегодня с вами была интересна. По крайней мере, я сделала себе несколько пометок. И важная тема, очень важная. И очень важная тема. И надеюсь, что нашим зрителям тоже это было полезно. Спасибо. Мы сейчас нашу встречу завершаем и приглашаем вас на нашу следующую встречу. В следующий четверг, в 19 часов, мы будем говорить о детях от 7 до 14 лет. Да? Да. Опять же, о особенностях питания, особенностях, связанных с их движением, с их сном. И опять же, с водой. Их отношения с водой рассмотрим, да? Конечно. Мы вас приглашаем. Пожалуйста, присоединяйтесь. Вы можете оставлять ваши комментарии после просмотра видео. И присоединяйтесь, пожалуйста, к нашему каналу. Ждем вас. Здоровья, красоты и благополучия вам и вашим семьям. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания.